смотри какая-то табличка привет сегодня у нас большой весенний пробег конец марта сегодня перед стартом дома долго думал как же экипироваться все-таки рисковать было достаточно сложно еще только два дня назад бегал в тайцах но 8 10 тепла днем обещают до 15 ветра нет конечно шорты конечно майка с коротким рукавом начали все-таки я не рискнул подумал до места старта на метро доберусь накину на себя на рукавники и кепку во первых самому как-то непривычно во вторых чтобы людей сразу не шокировать некоторые еще ходят в пуховиках но на третий километр пробега все это дело снял и сейчас такая свежесть такое удовольствие от этого весеннего беда знаешь натуральное безобразие это дерево сухое упало на муравейник ну куда им деваться поправят тут верхушку у себя да ну смотри сколько их ожили да настоящая жизнь я тебе скажу какие же они огромные смотри если палец приложу не знаю укусят давай так не тут особо не побежишь потому что грязю к ну и как конечно можно сломя голову держать как бы хочется еще более-менее оставаться в приличном виде у нас все-таки не грязи бег многие расползаются ну вот мы и добрались до точки невозврата 12 километров позади впереди примерно столько же единственное конечно меня смущает увеличение грязи здесь каково это будет на здесь очень длинная несколько километров очень грязная секция ну что тут говорить известное место по нашим пробегам сделать ничего нельзя грязь здесь даже летом много грязи ну в принципе с другой стороны какая то есть своя изюминка в этой трассе грязь грязь грязью но здесь очень девственный не тронутый такой дикий лес и он по большей части еловый такой темный и прямо ух ладно движемся вперед светит солнце под льется со лба эти трели птиц и голосов миллион разных просто какая-то сказка периодически останавливаешься чтобы просто послушать это чудо ну вот покажу поближе свои кроссовки с мембраной с гортексом бегаю в них потому что они защищают ногу от грязи от воды от всяких палок сучьев от росы от всего до для загородного бега сама то спустя 2 осени 2 зимы треснули вот в этом месте наложил латки приклеил кусочки плащовки клеем хорошо побрызгал водоотталкивающим спреем думаю немножко потянут но у меня в запасе уже лежат следующее ждут своего часа смотри вышка ты знаешь что для чего она здесь стоит на краю поля я практически уверен что что это что-то сделали охотники потому что здесь поля и прошлой осенью мы здесь встречали охотника с дубальтовкой резко сел туман и видишь охотник на мотоцикле с дубальтовкой ну наверное самое страшное что можно было предположить для сегодняшнего пробега потому что здесь лесные полевые охотничьи угодья а в тумане охотник тебя может принять за дичь знаешь красная майка может и какой-нибудь фазан а жаворонки в полях запели жаворонки и сколько их тут просто целый концертный зал как здорово бежать но правда жарко очень жарко если бы не конкретный ветер то впору снимать было бы майку совсем бы скис последние несколько километров меня вымотали бег под этой лэп это знаешь с горки в горку с горки в горку какое какое чудо первые подснежники смотри это что-то невероятное сколько их здесь много целые поляны ты знаешь я не могу припомнить чтобы когда-либо в наших краях я находил подснежники в марте всегда это было в конце апреля вот мы и добрались река в двух десятках километров от места старта да удивительно такое место она такая широкая большая разливная лебеди и облака отражающиеся в воде это просто чудо и пробег ну какой же он был весенний или летний ну подснежники как весной а жарко мне и поют птицы прям как летом ну вот и все на сегодня живи ярко до следующих классных пробегов пока 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 и и и и и и и Продолжение следует...